Здравствуйте, это телеканал Репортер и второй выпуск программы социология. Мы анализируем данные очередного социологического исследования, которое предоставила нам, любезно предоставила нам общественная организация Аргумент. И на этот раз исследование посвящено реформе правоохранительной системы, а точнее реформы украинской полиции, превращение милиции в полицию и какие результаты этого превращения по мнению одесситов. Итак, я представляю нашего эксперта, моего собеседника Василия Левтеров, профессор и доктор психологических наук, полковник милиции в запасе. Василий Александрович, добрый день. Давайте сразу перейдем к данным. Первый вопрос, который мы задали одесситам, не мы задали, а общественная организация Аргумент задала одесситам, звучал именно таким образом, как вы относитесь к переименованию милиции в полицию. И так данные таким образом расположились. 19,2% относятся к этому вопросу положительно, к переименованию милиции в полицию. Гораздо больше, 59,6% относятся к этому абсолютно безразлично, то есть они считают, что ничего не поменялось, очевидно. А гораздо меньше одесситов полагают, что переименование милиции в полицию никаким негативным результатом не привело, 19,7%. Ну и всего-навсего полтора процента опрошенных общественной организаций Аргумент затрудняется ответить на этот, ну довольно-таки несложный вопрос. Василий Александрович, как вы считаете, почему именно почти 60% относятся к переименованию милиции в полицию безразлично? Ну, в действительности, все, что связано с переименованием чего-либо, это всегда вопрос, знаете, такого субъективного семантического восприятия. То есть, ну, люди по-разному относятся к тому, что мы сегодня переименовываем. Для кого-то важна форма, то есть поменяли вывеску, да, для кого-то важно содержание. Если говорить, вот что почти 60% наших респондентов, граждан, относятся безразлично к изменению названия милиции на полицию, наверное, говорят о том, что все-таки людям не важно, какая вывеска будет. Важно, наверное, то, чтобы полиция все-таки работала по содержанию более значимо, более эффективно. Наверное, именно с этим связаны основные надежды. Я бы хотел обратить ваше внимание, уважаемых телезрителей, что вот на два разнополярные такие вот ответа наших граждан положительно и негативно относятся к данному переименованию. Ну, практически почти по 20% и одних, и других. Наверное, здесь можно вести речь о том, что, ну, почему такая полярность, да, вот в этих процентах. Скорее всего, это какие-то стереотипы. Заложены вот люди по-разному. У кого-то есть предшествующий позитивный опыт общения с милицией предыдущей, у кого-то он негативный. Дальше можно говорить об ассоциациях. Например, для кого-то полиция ассоциируется с, ну, более, может быть, профессиональным, более эффективной работой, возможно, более обеспеченной даже, если... Да, конечно. А с другой стороны, негативно, потому что, может быть, для кого-то это воспринимается как исторический опыт, может быть, что-то, какой-то негатив связан с названием полиции. Итак, следующий вопрос, который задали социологи-одесситам, еще более любопытный, интересный. И звучал он таким образом. Как, по вашему мнению, сегодня полиция справляется со своими обязанностями? Оценка происходила по пятибалльной шкале, и предпочтения опрошенных одесситов расположились следующим образом. 5,2% оценивают работу полиции на пятерку. Отлично. 14,4% горожан оценивают работу полиции на четверку. Лидирует в этом предпочтениях горожан тройка. 42%. На двойку оценивают работу полиции 12,6% горожан. На единицу 15,5% и, опять же, затрудняется ответить на этот вопрос. 10,3%. Все-таки троечники наши полицейские, по мнению одесситов. Почему такая, ну, и неплохая, и нехорошая? Ну, в принципе, троечники в школе всегда это среднички, и не факт, что из них вырастет что-то плохое. Как вы считаете, почему именно тройка? Вы знаете, для меня, например, вот эти результаты несколько неожиданны, потому что я знаю проблемы полиции практически с момента реформы, ну, и до этого, изнутри, и знаю отношения граждан. И вот мне кажется, смотрите, я бы более оптимистично на это посмотрел, потому что, ну, фактически на 5,4% оценили где-то 20% респондентов. Еще на 42% оценили на троечку. То есть, фактически 60% граждан считают хорошей или хотя бы удовлетворительной работу полиции на сегодняшний день. То есть тройка – это уже удовлетворительная оценка? Ну, в общем-то, да. Потому что 2, 1 – это уже более низкая. Что хочу сказать? Вы знаете, почему я сказал, что это для меня удивило? Потому что вот в тех условиях, которые сегодня работает наша полиция, ну, будем откровенными, пока что такой, на мой взгляд, беспрецедентный кадровый некомплект. Люди проходят аттестацию. Аттестация еще не завершена. Она завершится только осенью в этом году. Помимо того, что кто-то увольняется, кто-то переводится на другие должности, идет кадровые перестановки. Ну, вот общая нервозность, общая такая эмоциональная, скажем так, градус эмоций достаточно высок в полиции. Плюс ожидания общества велики, в общем-то. И те декларативные заявления, которые сегодня сделаны и политиками, и правительством, и министерством, конечно же, требуют, ну, действительно, самоотдачи. Но на сегодняшний день, исходя из тех условий, о которых я уже сказал, вот мне кажется, это моя особенно точка зрения, что полиция пока работает не с полной самоотдачей. И вот такой результат, наверное, он воодушевляет на достижение. Как вы считаете, влияет ли на эту, ну, достаточно среднюю оценку, по мнению одесситов, работа полиции? Вот те недавние факты, ну, несколько неоднозначные факты, например, ситуация в Днепре, ситуация в Кривом озере, ситуация в той же Лощиновке, где был бунт против цыган. Вот эти все ситуации так или иначе связаны с работой полиции, косвенно или напрямую. Как вы считаете, являются ли они основополагающими по этому критерию? Ну, наверное, любая информация, которую мы получаем из средств массовой информации и из других источников, она каким-то образом влияет на нашу оценку, на наши суждения, на наши убеждения. Безусловно, влияет. Я думаю, что мы еще вернемся к проблематике когда-нибудь в этом формате передачи или в другой раз проблематике вообще выживания полицейских в экстремальных условиях, о том, насколько профессионально, психологически готовы наши полицейские противостоять преступникам и действовать в нешаблонных, в нестандартных ситуациях, такие, например, как в Кривом озере и другие ситуации, о которых вы говорили, конечно же, влияет. И я бы хотел сказать еще от оценки негативно. Все-таки вы сказали, что если негативные оценки, это поставили 12,6, оценку 2 и единицу поставили чуть больше 15%. Совершенно скептическая такая оценка. Да, да. Безусловно, это то, что полиция действительно еще не заработала на полную мощь. И это тревожная цифра, на мой взгляд, тревожная цифра, которая должна привлечь внимание и тех руководителей, и в государстве, и в министерстве, которые занимаются реформой полиции, о том, что что-то еще работает не так, как хотелось бы. К тому же реформа запущена. И вот уже, я думаю, что уже, наверное, к Новому году, когда закончится аттестация, когда уже будут назначены на новые штаты все полицейские, приняты новые, уже новый набор идет и на другие должности, не только на патрульных. И вот тогда уже будет реальный спрос, что же сделано, где результаты. А пока результаты, к сожалению, ну, в плане работы полицейской, на мой взгляд, они ухудшились. Не секрет, что где-то порядка, ну, по разной источнике, разные данные. По сравнению с каким периодом ухудшились? Ухудшились по сравнению с тем, что было 2, 3, 5 лет назад. Я имею в виду о преступности. Преступность и сами полицейские, и граждане, мы это ощущаем, мы это знаем. Она, слава богу, еще не приняла, знаете, таких вот, ну, всеохватывающих масштабов и неконтролируемые такие тенденции. Но то, что она возросла, это уже очевидно. То, что безопасность граждан, к сожалению, на улицах, в наших городах, она стала несколько ниже. Не критичная еще, слава богу, но стала несколько ниже. И, видимо, поэтому вот такая оценка. Вам, как сотруднику, полковнику милиции отставки, вопрос такой, косвенно связанный с этими данными. Все-таки уровень преступности вырос в связи с неудовлетворительной работой полиции или в связи с ухудшающейся экономической ситуацией в стране? Вот для меня этот вопрос непонятен, либо это все-таки в равной степени оба фактора. Понимаете, преступность, как одно из самых негативных социальных явлений вообще, которое уже исторически сложилось, она может влиять из-за разных факторов. Но в данном случае, в нашей ситуации в Украине, это такое интегральное, знаете, сочетание разных качеств. Это и социально-экономические проблемы, они тоже видны. Это и то, что, в общем-то, Украина втянутая ведет войну, тут никого не секрет. То, что реформа полиции, к сожалению, имеет, пробуксовывает по некоторым направлениям. Мы дальше обсудим еще результаты исследований, они у меня есть тоже, полиции, по этим же вопросам. Там очевидны факты, которые показывают, насколько, ну, сегодня есть точки, болевые точки в реформе полиции. Вот. Плюс, ну, зачем далеко ходить тот же закон Савченко, по которому были выпущены тысячи осужденных, тысячи преступников, не до конца, не добыв до конца свои сроки. Я очень плотно общаюсь с разными категориями полицейских, которые служат сегодня. Большой процент, вот именно из этой категории, которые сидели, отбывали сроки за убийство, за другие очень тяжкие преступления, в том числе убийство или ранение, нанесение телесных повреждений милиционерам, полицейским, они сегодня выпущены. Буквально месяц-два их снова, их снова вынуждено сажать в тюрьму, потому что они совершают преступления. К сожалению, некоторые совершают пока что безнаказанное, это еще не раскрытое преступление. Это тоже проблема, которая, ну, вот, оно все взаимосвязано. Давайте перейдем к третьему блоку социологического исследования. Вопрос звучал таким образом. В последнее время там, где вы живете, полиция работает. И четыре варианта ответа. Лучше 22,1% одесситов. Полиция работает хуже, считают 26,6% опрошенных горожан. Так же, как и раньше, это лидер по этому критерию, 35,2%. И, ну, затрудняются ответить, 16, чуть более 16%. 35,2% это лидирует, так же, как и раньше. То есть, несмотря на то, что большинство одесситов удовлетворительно оценивают, ну, с натяжкой удовлетворительно оценивают работу полиции, они считают, что она работает так же, как и раньше. То есть, так же, как и раньше, она работает средне. Правильно я понимаю? Так же, как и раньше, она работает недостаточно качественно и эффективно, скажем честно. Скажем честно. Да, все-таки этот показатель позволяет нам констатировать, действительно, как бы ни работала сегодня полиция, но она сдерживает вал, все-таки вал преступлений. Она сдерживает те, скажем так, социальные потрясения, которые могут быть в обществе. И, слава богу, надо отдать должное тем полицейским, которые самоотверженно, проходящие моральные, психологические, материальные испытания, все-таки выполняют свой долг с честью. Если говорить, собственно, об оценках, которые только что вы озвучили, ну, наверное, этот вопрос также связан с предыдущим вопросом, когда ставили оценку за работу полиции на сегодняшний день, как они выполняли свои обязанности. Здесь уже непосредственно там, где вы живете, на месте, где живут граждане, они ежедневно сталкиваются с деятельностью, либо бездеятельностью, либо с халатностью, либо с профессионализмом работы полицейских. Ну, то, что оценивают все-таки так же, как и раньше, 35% и хуже, 26%, то есть, ну, такие, либо нейтральная оценка, либо все-таки негативная, наверное, как свидетельство тех проблем реформ, о которых я уже говорил, наверное, это определенные болезни роста. Когда же осуществляются какие-то организационные изменения, инновации, естественно, возникают и барьеры, так называемые, закономерные сопротивления инновационным процессам. В системе МВД, например, ну, если мы уже говорим вот на эту проблематику, в системе МВД всегда был консерватизм, всегда было ретроградство, то есть, люди, которые, ну, двигались назад, а не вперед, к сожалению. Сегодня такие остались, увы, такие остались не только на местах, а в среднем звене руководства и высших эшелонах власти в системе МВД остались люди, которые хотят жить по старинке. То есть, они влияют, они и влияют на общую работу полиции. Они и влияют. Неужели их такое большое влияние на эти процессы? Или все-таки молодая кровь каким-то образом ломает, переламывает эту традицию? Я, фактически, вот уже полтора года включен в процесс реформирования национальной полиции. С первых дней осуществлял подготовку наших патрульных полицейских не только в Одессе, в других городах Украины. Сейчас уже почти полгода занимаюсь переподготовкой, повышением квалификации участковых следователей. Я знаю проблему изнутри. Люди, которые остались, которые пришли, безусловно, они очень подготовленные, очень мотивированные, имею в виду патрульных полицейских, с точки зрения психологической, моральной. Опыта пока не хватает, да, но я думаю, что это дело наживное. Что касается тех полицейских, которые остались работать сегодня в органах, пройдя все вот эти сито аттестаций, всевозможных отборов, собеседований и так далее, и так далее. Люди надеются на то, что что-то изменится. У некоторых, честно скажу, при общении с людьми, ну, разочарование, может даже не веря в то, что что-то изменится. Потому что мы на тренингах, на курсах повышения квалификации рассказываем одни вещи людям. Говорим, как это должно быть в гуманистических обществах, как нужно работать с гражданами, что полиция это не карательный орган государства, это сервисная служба, которая должна оказывать качественные правоохранительные слуги населению. Ну, а если сервис, то мы говорим, что в службе сервиса всегда клиент прав. Вот, к сожалению, не готовы, и в том числе и наши полицейские пока, чисто стереотипно воспринимать вот эту парадигму, новую парадигму полиции. Не готовы и люди, не готово население, то есть по менталитету люди тоже не готовы. И не готово руководство. Мы приходим на места, и от нас требует этот пресловутый показатель. Да, смягчились показатели, допустим, смягчились требования по некоторым позициям, но все-таки много еще осталось по старинке, как прежнее. Я думаю, что в ближайшие месяцы, может быть, год-два, мы будем иметь возможность видеть новых руководителей, совершенно руководителей от полиции в новой генерации. И вполне возможно, те патрульные, те полицейские, участковые, следователи, которые проходят наши тренинги, займут эти руководящие места. Тогда что-то изменится. Давайте перейдем к четвертому блоку. К сожалению, времени программы не так много. Вопрос звучал следующим образом, достаточно общим образом. Как вы лично относитесь к полиции? Задали вопрос одесситам. Социологи, 37% положительно относятся к полиции, 41,3% безразлично, и 21,7% относятся к полиции отрицательно. Здесь почти равные, относительно равные результаты. Коротко комментарии по этому проспекту. Очень коротко. Если говорить, что 37% граждан относятся положительно, я бы сказал, это авансируемая положительная оценка граждан. Кредит доверия некий. Конкретный кредит доверия. Люди, наверное, еще не разочаровались в реформе. Они ожидают каких-то конкретных серьезных изменений. Ну и, наверное, те позитивные моменты, с которыми мы столкнулись, когда начала работать патрульная полиция, невзирая на некоторые недостатки, все-таки это уже поворачивает людей к лицам к полиции. Ну и некоторое повышение имиджа, авторитета, уважения и так далее. Это, в принципе, очень позитивно. Я бы так оценил. Что касается безразличных. Смотрите, 41% людям безразлично, как они относятся к полиции. Вот это как раз тот потенциал для изменения на позитивную сторону по отношению к полиции. В то же время, если не будет конкретных результатов работы, эффективности повышения работы полиции, то этот показатель может перейти в столбик или в категорию отрицательное отношение к полиции. А вы только что анонсировали некое исследование, которое провели, похожее исследование, но уже среди сотрудников полиции. У нас его, к сожалению, нет. Я думаю, что будет интересно зрителям, если вы озвучите его сейчас буквально в течение 3-4 минут в нашей программе. Практически параллельно, ну, может быть, чуть-чуть позже исследование, которое мы сейчас с вами презентовали, было проведено исследование в системе полиции, в среди подразделений полиции Одесской области и некоторых других регионов Украины. Практически по этим же вопросам, ну, первые 4 вопроса были одинаковые, идентичные, и 2 вопроса еще было дополнительно, о них сейчас тоже скажу. Итак, что касается первого вопроса, как вы относитесь к переименованию милиции на полицию? По сравнению с гражданскими, то есть с людьми, с гражданами Одессы, с одесситами, здесь положительно почти 50%, 49% полицейских оценили это положительно. То есть самые полицейские положительно оценивают переименование? Да, нынешние полицейские, они практически все бывшие милиционеры, то есть это были как раз те сотрудники, которые прошли аттестацию, и на сегодняшний день работают в органах и подразделениях полиции. 32% безразличны и всего лишь 14% негативны. Что касается вопроса, по вашему мнению, как сегодня полиция справляется со своими обязанностями, где нужно было оценить по пятибалльной шкале, значит, сами полицейские очень самокритично оценили себя 62% на троечку. То есть мы посмотрим с троечку, тут 42%, а одесситы считают, что оценивают работу полиции на троечку 42%. Сами полицейские оценили себя на 63%, это две трети, это достаточно люди понимают, что они пока еще не на полную мощь работают, это то, что я сегодня уже говорил, и, конечно же, надеются, что они смогут принести больше пользы и работать гораздо лучше. А если оптимисты, сколько там процентов полицейских считают, что они работают удивительно хорошо? На пятерочку работает всего, по мнению полицейских, всего 1%. Это как раз то, что я уже сказал, они очень нацелены, они понимают, как должна работать полиция, они в это верят и хотят ее изменить, и я думаю, что это как раз тот потенциал, который может в ближайшее время реализоваться. Вопрос относительно того, в последнее время, там, где вы живете, как работает полиция. Лучше, хуже, так же, как и раньше. Здесь мы имеем 56%, так же, как и раньше. Здесь тоже лидирует, по мнению граждан, эта позиция так же лидирует, но 35%. 35%, а здесь 56,6%. Хуже 35%, у граждан хуже 26,6%. И лучше всего лишь 8,4% полицейских считают, что они стали работать лучше. То есть одесситы оценивают работу полиции выше, чем ее оценивают сами сотрудники полиции? Вы знаете, я предыдущие лет 10-15, ну, очень часто так знакомился с результатами разных опросов социологических, которые проводили независимые эксперты, там, институты, проводили сами подразделения связи с общественностью, которые есть при каждом ОВД области. И вот эти результаты значительно ниже тех, которые были и у полицейских, и у граждан. То есть я думаю, что лед тронулся, лед тронулся, это оптимистично. И еще несколько вопросов, значит, как вы лично относитесь к полиции? Ну, конечно же, 79% полицейских ответили положительно, есть небольшой процент, 7% отрицательно. Сами полицейские? Сами полицейские, да, такое тоже может быть. Ну, разные ведь люди остались. Кто-то пока что еще негативно относится. Кто-то, может быть, давно бы уже ушел из полиции, но хочет дослужить там 2-3-4 года до пенсии. Понимает, что на гражданке он где-то не устроится, а пенсию он хочет заработать. То есть разные мотивации людей, но это нормальный показатель. Хотя тоже есть, допустим, 14% относятся безразлично к полиции. Это тот потенциальный показатель, который может измениться в позитивную сторону, если будут реальные изменения в самой, внутри полиции. Еще было несколько вопросов. Вот два вопроса, которые не задавались гражданам, но они задавались полицейским. Вопрос. Назовите основные проблемы, которые препятствуют реформированию полиции. Интересно. Да, и вот здесь несколько таких основных ключевых вопросов, которые мы обобщили и получили такие результаты. Наибольший показатель 53%, то есть более половины указали финансирование. Недостаточное финансирование. Да, недостаточное финансирование. Это проблемы, которые сегодня препятствуют реформированию полиции. На втором месте 17% несовершенная нормативная база, то есть законодательная база. Но на самом деле так и есть. Закон о полиции приняли, в некоторые законодательные акты автоматически внесли изменения. Но основная эта масса законов еще работают на старую милицию по старым требованиям, по старым стандартам. Это тоже проблема. Кроме этого, остается 9% коррупция, 7% некомпетентность новых сотрудников. Это тоже проблема. 10% менталитет самих граждан тоже препятствует. Но, видимо, реформа полиции, это должна быть дорога с двусторонним движением. Полицейские должны идти навстречу гражданам, относиться в том формате, о котором я уже сегодня сказал, гуманистически. Но и люди должны также повернуться лицом полиции, тогда это будет больше прогресса. Еще один вопрос. Ваши предложения для эффективности работы полиции. Это, опять же, мы напомним зрителям, что этот вопрос задавался самим полицейским. Да, это самим полицейским задавались все эти вопросы. Это их мнение в отношении своей же работы. Это то, как люди видят работу полиции, как они понимают, как они переживают те проблемы, которые есть, и как они могут предложить определенные какие-то методы, формы, предложения для повышения эффективности работы полиции. Один из них, это высокий процент, 34 процента, увеличить зарплату и улучшить условия труда. Все, что связано с графиком работы, организацией работы, то есть это достаточно серьезный вопрос. На втором месте 29 процентов полицейских считают, что необходимо качественно улучшать материально-техническую базу и обеспечение. Что они имеют в виду? Вот вы, как полковник милиции, запасите. Что имеется в виду улучшение материально-технической базы? В принципе же их обеспечили и автомобилями, и новой униформой, и новым оружием. Вот что им не хватает? Вот то, что вы говорите о обеспечении, то, что обеспечили, обеспечили пока что одно единственное подразделение – патрульную полицию. Другие подразделения, ну, какие-то, может, больше, какие-то меньше, но пока что, к сожалению, общая тенденция осталась на прежнем уровне. Действительно возникают те же проблемы, вот я общаюсь с полицейскими. Та же проблема с бензином, та же проблема с техническими средствами, та же проблема элементарно там с бумагой, особенно следователи, они там в день по 2-3 пачки бумаги используют. Другие вопросы там, оснащение, средства защиты, вооружение, патрульная полиция, это чуть получше, но тоже не до идеала еще дошли. А в других подразделениях это серьезная проблема остается. Ну что ж, 25 минут мы уже с вами общаемся, я думаю, что для первого раза достаточно. Спасибо за то, что вы согласились прокомментировать результат этих двух уже социологических исследований. Будем приглашать вас в качестве эксперта по вопросам полиции. К счастью или к сожалению, их немало. Хорошо. Все, что касается полиции, готов, так сказать, служить украинскому народу и украинской полиции. Спасибо. Я напомню, что результаты социологического исследования касательно реформы полиции были предоставлены общественной организацией «Аргумент». Мы уже по традиции в нашей программе призываем и другие социологические институты приобщаться к нашему делу и предоставлять свои данные. Оставайтесь на репортере. Были рады с вами общаться. Всего доброго. Спасибо.